РАЗУМНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ Разумное потребление – один из главных современных трендов. В 2017 году Нобелевскую премию по экономике получил американец Ричард Таллер за исследования в области поведенческой экономики. Это наука о том, как люди тратят деньги, что их заставляет копить или отдавать огромные суммы, почему кто-то сильнее, а кто-то слабее реагирует на маркетинговые уловки. И поведенческая экономика в целом помогает людям научиться тратить деньги осознаннее и разумнее. Кто из вас знает, какая точная сумма уходит из семейного бюджета на покупку продуктов питания? Кто составляет список перед походом в магазин или составляет меню на неделю? Вот о таком виде разумного потребления мы и поговорим сегодня. Тем более время самое подходящее. Обо всем, что касается темы правильного выбора и покупки продуктов питания, мы расскажем сегодня в нашей передаче про деньги. Если верить статистике, то только 54% российских семей ведут учет доходов и расходов. И в нашей республике цифры похожи на общие данные по стране. Учитывая, что большая часть населения не ведет учетов расходов, можно сделать вывод, что они часто совершают именно спонтанные покупки. В нашем регионе мы можем сказать точно, что наши траты зависят от сезона. Летом траты сокращаются, а в зимний период они растут. Весной и осенью наши соотечественники тратят больше денег на фастфуд и питание вне дома. Стоит отметить, что бюджет на покупку продуктов питания составляет почти половину дохода в семье. И тут возникает вопрос, можно ли сократить эту статью дохода? И каким образом можно составить такой бюджет, чтобы не питаться невкусной и неполезной едой? Ведь от нашего питания зависит и состояние нашего здоровья, и наше внутреннее удовлетворение потребностей. На этот и другие вопросы мы узнаем ответы в ходе беседы с гостей нашей передачи Юлии Дмитриевны Заболоцкой-Избековой, нутрициологом, членом общества «Нутрициологи России», специалистом по рациональному питанию и здоровому образу жизни. Здравствуйте, Юлия Дмитриевна. Здравствуйте, Рита. После новогодних праздников нам всем необходимо привести в порядок поправившиеся бока и довольно-таки опустевший кошелек. И речь сегодня пойдет как раз об этом. Первый вопрос, который я хочу вам задать, это в экономике есть понятие потребительская корзина. В эту корзину входит список рекомендуемых продуктов питания. А можно ли составить персональную потребительскую корзину или семейную потребительскую корзину? Ответьте, пожалуйста, как специалист. Ну, начнем с того, что все составляют свою индивидуальную потребительскую корзину на свое усмотрение. На это влияют семейные привычки, традиции, регион. У нас некоторые продукты стоят дороже, чем в центре России, какие-то дешевле. То есть мы не можем ориентироваться полностью на весь список, который рекомендован на всю территорию, к примеру, потому что у нас есть своя компонента. Это надо учитывать. И сама индивидуальная корзина, она же базируется еще на доходе семьи. Есть семьи, которые могут себе позволить много, есть семьи, у которых, например, много времени, они могут готовить дома все. Есть семьи, в которых нет возможности этим заниматься, тогда, соответственно, эти люди будут покупать готовые продукты. Полуфабрикаты. Это более такой дешевый способ, конечно, жизни, но каждому свое. У всех свои обстоятельства. Бывает, что семья многодетная, тогда там кто-то сидит дома этим занимается, и таким образом вроде бы траты вот эти на продукты, они вроде бы меньше становятся, но времени зато ты тратишь целый день на кухне. Да, некоторые тратят целые выходные дни свои на готовку. Да, многие так и живут, то есть кто-то приноравливается заготовки, делают выходные, потом в течение недели их ест. Это все нормально, это хорошо. А вот как составить такую индивидуальную потребительскую корзину? Ну, она составляется легко. То есть если вы поняли, что вы тратите как-то очень много, и вам не хватает денег на жизнь, по идее так не должно быть. Это нелогично. Еда, она вся же очень разная, значит, соответственно, может быть у вас логистика закупок там как-то вот не организована, нарушена, да. Ага, вы, может быть, лишнее покупаете. Ну, то есть купили там, например, тушу жеребенка, да, и она у вас лежит. Ну, продайте часть, раздайте там друзьям, да, чтобы она не пропала, чтобы потом вот недорогое мясо собакам. Такое тоже у нас бывает в Егуте, да, но это странно. Весной обычно такое бывает, когда знакомые вот у кого, ну, знают, что есть, например, домашние животные, и они весной обзванивают и говорят, вот у нас на балконе остались остатки, с деревни отправили, заберите, пожалуйста. Да, у нас был случай, когда у нас родственники, допустим, взяли, попросили в леднике, вот мы в частном доме живем, у нас есть ледник, попросили поддержать ногу жеребенка, и сами про нее забыли. Так мы, когда туда ссунулись, там уже, извините, она сгнила. Жесть. И такое бывает, оказывается. Да, такое бывает, да. Вот, несмотря на то, что это довольно-таки дорогой продукт. Я бы сказала, это элитный продукт, да, потому что на фоне стоимости красного мяса есть, допустим, разные другие виды животных, белков животного происхождения. Рыба, курица, не надо забывать, да, индейка сейчас появилась на рынке, да, рыба тоже разная, селедка, вон, бывает вообще по 180 рублей, да, А насколько правильно, вот, например, если в семье, например, мама и три ребенка, этот мальчики, да, допустим, и супруг, то есть вот мама одна представительница прекрасного пола, да, и три мужчины, четыре мужчины в доме. Вот, и она готовит, соответственно, еду на всех, и совместно все питаются одинаковой едой. Насколько вот все-таки женщинам надо ли свою вот, свой рацион питания как-то немножко разбавлять, может, делать его менее жирным, там, и так далее, или как-то сделать раздельное питание, там, по каким-то признакам? Нет, лучшим способом при большой семье является просто разнообразие на столе. Надо учитывать то, что существуют возрастные нормы, растущие мальчики, они едят очень много, это нормально. Это нормально? Да, это вообще абсолютно нормально, они должны много есть, потому что у мужчин, в отличие от женщин, совершенно другая конституция. Если их, допустим, недостаточно кормить белком, у них может появиться тряблость мышц. И потом такого ребенка, его же в школе абьюзят, он будет жирный, какой он будет, да, глупый он еще будет, да, еще какой-то будет, да. То есть получается у мальчика вот такое. Девочка, она немножко другая, потому что, ну, овуляция, допустим, начинается у всех там в 10 лет у кого-то, у кого-то в 12, да, вот это вот первые циклы. Соответственно, гормональная перестройка в женский организм происходит раньше, и у нее, соответственно, возникает потребность в иных нутриентах. То есть там, получается, белочка может быть не так много, то есть там не вот такой шмат мяса, да. Уже там рыбка возникает, курочка возникает, да. Но это же можно организовать очень легко. В духовке, допустим, запекать сразу что-то с одинаковым режимом. А, то есть несколько продуктов, например. В фольге. В фольге. Да, выйти так из ситуации. То есть сунуть туда там часть котлет и часть курицы. Время выпекания же одинаковое. Вот так вот положил, и у тебя вся семья заразно кормленная. И нету такого, что я это не буду есть, и ребенок остается голодным, допустим, да, если он не ест макароны или не ест красное мясо. То же самое можно делать и с гарнирами. То есть мы, когда складируем, допустим, гарниры в холодильнике, мы можем их же хранить несколько дней, если тара нормальная. То есть нормальная тара. Это тара из инертного материала. Это стекло, это металл, это долгосрочная посуда. Лучше брать квадратные, которые есть сейчас на рынке, такие прямоугольные. Они меньше места занимают. И можно из них формировать обеды на следующий день. Завтраки можно формировать. Ну, сварил ты сразу пачку макарон, все не съели. Вот у тебя на завтрак уже есть вариант запеканка. Отличный вариант. И какие виды продуктов требуют особого внимания, особенно по срокам хранения? Ведь бывает так, что вот купили продукт, положили в холодильник, и потом забыли. Как было вот с этой же ребячей догой. Ну, на самом первом месте это охлажденное мясо. Охлажденное мясо, когда вы покупаете, вы, во-первых, должны его взять в каком-то хорошем магазине. Это не ларек на улице, и не машина там какая-то. Вы его сразу должны приготовить. Если это, допустим, шашлык, вот бывают же вот эти красные шашлыки, туда добавлены соли специальные, которые не позволяют развиваться ботулизму. Но, тем не менее, на жаре такой шашлык хранить нельзя. Он должен все равно находиться в термосумке. То есть вы купили шашлык в магазине, вы решили его пожарить дома. Вот такой вот, да, готовый. Вы должны по-хорошему туда прийти со своей термосумкой. Сейчас вот многие, кто едет на природу, у них бывают такие рефрижераторы в автомобилях, да, либо с таким рефрижератором с температурой, чтобы поддерживать температуру. Потому что в летний период, например, возникает вот такой перегрев этого мяса, да, и оно становится небезопасным. Хранить нельзя. На втором месте по порче это, соответственно, кисломолочная продукция любая, особенно не упакованная должным образом. Сейчас вы, наверное, заметили, магазины есть в полиэтиленовых упаковках, есть в вакуумных упаковках, да, рекомендую вакуумные, если вы прям не кулинар. Потому что вот эти вот сыры, которые у нас лежат в таких брысочках, завернутые в пленочку, их лучше обрабатывать термически, то есть делать с ними пиццу, либо класть вот в эти модные там карбонар, баланеза, это вот для этих целей они подойдут. Если вы хотите кушать просто в виде нарезки, то безопаснее купить все-таки уже в упаковке сыр. Отличный совет. И вот как раз давайте еще расскажем несколько полезных советов о том, как правильно подойти к выбору продуктов питания и их хранению. Вот про сыр, про кисломолочное и про мясо мы сказали. С рыбой как быть? Ну рыба, рыба, она вообще не хранится. Это вообще, то есть вот наш способ заморозки шоковой, да, это, конечно, классно. Либо, короче, такая заморозка должна быть, да, у проверенного, опять-таки, поставщика. Либо это должен быть какой-то вакуум. Ну, либо, ладно, вы покупаетесь рыбу на развес, признаки шоковой заморозки, они видны. Рыба сохраняется целиковая. Она желательно должна быть целиковой. Либо свежей попиленной, вот, как семгу иногда продают у нас, да. И опять-таки, доводить ее нужно до готовности, потому что, если вы купили разделанную рыбу замороженную, попиленную, вот так, солить ее я не рекомендую. Вот эти бациллы, которые вместе с ножами, да, они при нескольких температурах могут выживать очень хорошо. И все равно, может быть, получится неполезный продукт. Да, может получиться просто пищевое отравление. А с овощами как быть? Как правильно выбирать вот овощи? Ну, в зимний период у нас очень хорошее есть такое подспорье, в текущий момент большой выбор тоже продуктов заморозки шоковой, да. Сейчас очень много поставщиков на рынке, и я там никого выделить не могу конкретно, да. Просто выбирайте по цене, в первую очередь, и потом вот по состоянию. Если вы собираетесь, ну, их все равно термически придется обрабатывать, поэтому там несут дело на развес это или как, главное, лишь бы они выглядели прилично. Если они как бы выглядят как кусок льда, вот на ощупь прям кусок льда, ну, да, они пойдут, ага, ну, просто они уже будут невкусные. Они будут там потерявшие тоже какую-то цену свою питательную. Водянистые. Да, поэтому тут нужно просить скидку. Вот скидку надо просить прям, да. То есть это уже такое не надлежащее качество продуктов. Конечно, то есть его по полной цене продавать уже, я считаю, некорректно. А есть ли в вашей практике примеры, которые показывают опыт распределения точной суммы на покупку продуктов? Вот, например, семья хочет тратить на продукты только 20 тысяч рублей. И вот выделяют себе эту сумму. И вот как можно уложиться в наших условиях вообще? Можно в такую сумму уложиться? Ну, если семья состоит из двух человек, да. Если семья состоит из трех человек, 20 тысяч ты не уложишься. Либо ты уложишься, но это будет очень низкокачественная продукция, которая приведет уже в течение года двух кавитаминозов к снижению иммунитета. У нас есть такие позиции, без которых мы прожить не можем, особенно дети не могут, это кисломолочка, просто молочная продукция, да. Она вся труднодоступна. Даже вот в деревне, да, жители деревень, не все хозяйство содержат, да, не все люди имеют возможность иметь скотину. Ну да. Они все равно покупают. Соответственно, получается, 20 тысяч на семью – это нереально. Согласна. Да, у нас выходит порядка... 20 тысяч, вот почему вот этот прожиточный минимум сложился, там же считается как, что условно вот 40 тысяч, допустим, дают на семью, да, это же на детей только. То есть мама должна работать, мама должна себя кормить как-то. Там денег на маму нет, извините. Да, но когда вот считают совокупные, допустим, траты, все равно учитывается расход на каждого члена семьи, и на ребенка получается, ну да, как раз 18-20 тысяч и выходит в месяц, потому что действительно 20 тысяч – это очень слабо. А вот бывает же такое, что вот люди, например, решают начать экономить, да, и в первую очередь начинают экономить на покупке продуктов. То есть начинают покупать какие-то в основном углеводные, углеводы содержащие, это макароны, переходить там на рис, на гречку, на крупы, на манку, или стряпать сами начинают, да, те же оладьи, блины там и так далее. И покупают очень дешевую молочку, близкую к подходящему, может, срока угодности. Вот к чему это может? Ну это же реально вред человеку? Нет, это не вред, это рациональное тоже поведение. То есть смотрите, получается, мы круглый год, ну, овощи, фрукты, допустим, да, если у человека есть огород, то они же бесплатные на этом огороде, он же просто налоги платит и выращивает там, семена покупает, да. Можно заготавливать свою продукцию. То есть этим компенсировать? Конечно. А чем оно плохо-то? Вот ты вырастил, у тебя те же самые овощи, еще даже более свежие, если за ними хорошо ухаживать, вот, пожалуйста, если ты очень трудолюбивый, терпеливый человек, и у тебя есть там ягодные кусты какие-то на участке, вот у тебя уже есть ягода, да, и, соответственно, ну, правильно, вот ты купил основные базовые нутриенты, и ты из них можешь и муку там делать, и такие люди тоже есть умельцы, почему нет. Кисломолочку тоже многие сквашивают. Сейчас вот, допустим, купил одну закваску, и ее кругами катаешь. То есть молоко просто покупаешь? Да, и потом просто закваску хранишь, и вот так вот у тебя получается рецикл. Таких любителей сейчас тоже много, но там нужно просто соблюдать правила, чтобы оно не портилось. Ну, организованные домохозяйки бывают. Ну, одними макаронами же тоже нельзя питаться, правильно? Одними макаронами, конечно, нельзя питаться. То есть одним каким-то монопродуктом, вот одним мясом нельзя питаться. Мясом плюс овощей нельзя питаться. Например, нельзя сидеть на какой-то там кисломолочной диете, да? Нельзя там сидеть на гречневой диете, да? Как только вы включаете монопродукты, то есть обедняете рацион, ну, вот что-то там убрали вообще вот такое нормальное, да? Там яйца выкинули, молочку выкинули, да? Еще сыр, необоснованно иметься в виду, когда нет диагноза, да? Ну, все. Как вы потом это собираетесь восполнять? Вот, допустим, остеопороз, да, по сути дела, он развивается из-за того, что кисломолочка не потребляется в нужном объеме человеку, да? И дефицит витамина D. Врачи же рекомендуют вот эти вот нормы тоже потребления, да, да, да. А их надо соблюдать. Да. Когда человек готовит свои заготовки, здесь же тоже нужно соблюдать основные правила. Ведь то, что мы покупаем в магазине, все-таки вот эту консервацию, да, которую мы берем, мы получаем вместе с тем гарантию производителя, что законсервирован продукт правильно, термически обработан, так далее. А в домашних условиях, ну, не всегда же у нас нет даже каких-то специальных приборов, оборудований, чтобы отследить, как мы... Есть там присутствия, там бактерии не присутствуют и так далее. Ну, вот здесь вот бояться не стоит. Очень много рецептов есть, которые просто ты вот доводишь до кипения, например, да, либо заливаешь кипятком. Это уже само по себе дезинфекция, но вот речь идет именно о высокой температуре, свыше 80 градусов. Это про овощи, если говорить. Плюс ты добавляешь туда консерванты, это сахар, это уксус, это растительное масло, это соль. Это во всех рецептах. Я не говорю про специи, да. Естественно, тара должна быть простерилизована каким-то доступным способом. Опять-таки, это кипяток, кипячение все, ну, многие знают, пользуются, да. Стерилизуют банки в духовках электрических очень хорошо. Стерилизуют банки в микроволновках. Интересный способ. Есть посудомоечные машины с режимом 90 градусов, это стерилизационный режим. Можно там простерилизовать. Вариантов масса. То есть дома сделать заготовку, это не проблема. Нужно просто технологию стерилизации соблюсти, как указано в рецепте, сварить. Вот прямо взвесить все, да. То есть если тебе написано, там 3 килограмма кабачка, и на них там сколько-то там ложек уксуса, да, хотя бы так сделать. То есть не сэкономить на уксусе, а то пропадет. Понятно. И, Юлия Дмитриевна, дайте, пожалуйста, нашим телезрителям несколько полезных советов. Как бы вы это все в нескольких словах вот сказали? Ну, смотрите, да, вот наша диетология советского периода, которая была, да, она лучшая в мире. Это подтверждено наукой. И сейчас многие просто другие страны воруют данные с российских баз о продуктах питания. Это надо ценить. Надо ценить нашу страну. Я не именно говорю там республику. Республика у нас великолепная, но ценить достижения науки, да, вот эти открытия, которыми сейчас все пользуются, и шаманы, и гадалки, и все люди, да. То есть надо к ним относиться просто рационально. И любите себя. Спасибо вам большое. Ждем вас в наших следующих выпусках. До новых встреч. Да, спасибо. Вести семейный бюджет несложно, разве что непривычно. Зато у вас появляются новые возможности. Во-первых, выделить необходимую сумму на покупку продуктов питания, а также быстрее выплатить кредит или накопить на крупную покупку. Бюджет тоже необходимо оптимизировать правильно. Для начала начните вести учет своих ежедневных трат. Постарайтесь ежедневно анализировать свои расходы. Возможно, вы посчитаете необходимым исключить покупку готового кофе на работе, обед в кафе или заказ готовых обедов. Отказ от вредных привычек также уместен в случае сокращения расходов. Кроме ежедневной фиксации трат, попробуйте снимать наличными деньгами ту сумму, которую вы планируете потратить на покупку продуктов. Уже есть подтверждение теории, что когда мы оплачиваем покупку наличными, мы более рационально подходим и ведем учет каждого потраченного рубля. К сожалению, при оплате карты такой подход отсутствует, так как визуально мы не видим, сколько денег мы отдаем, а узнаем это только из-за смс-оповещений после проведения операции. Не забывайте про сравнительный анализ цен на разных маркетплейсах. Безусловно, ритейлеры предлагают выгодные акции, бонусы и скидки, но не забывайте о сроках годности и хранения продуктов. Некоторые эксперты советуют фотографировать холодильник перед походом в магазин, чтобы вдруг не купить ничего лишнего. Большинство покупок люди совершают спонтанно, а незапланированные траты часто становятся причинами дыр в бюджете. Делайте покупки реже, планируйте их заранее, ищите магазины, где нужный товар стоит дешевле, следите за распродажами и акциями. Экономить ведь не стыдно, составлять список продуктов предусмотрительно, а покупать нужную вещь дешевле, чем ожидал, очень приятно. Повышайте свой уровень финансовой грамотности вместе с нами. С вами была Рита Якушева в передаче «Про деньги». До новых встреч в эфире! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова